Детская поликлиника Здание опасно для посещения пациентов и медперсонала. Доступ на территорию следует ограничить. Мы понимаем прекрасно, что значимость этой поликлиники для данного микрорайона, она очень-очень высокая. Я сам жил там за три дома от этого, и когда у меня маленькие дети были на автозаводской 61А, мы тоже в эту поликлинику ходили. Знаю я о значении этой поликлиники прекрасно. Но вариант какой? Либо на голову там кирпич упадет, или мы спокойно переведем в новую поликлинику, пусть она немножко дальше. Сейчас детишек, прикрепленных за пятой поликлиникой, принимают в поликлинике номер 7, что на Пушкарева 57. Временно туда переехал и медперсонал. Возник вопрос транспортировки детей. Чтобы на прием было удобно добираться, автобус номер 27 продлили до Пушкарева, а проезд для детишек сделали бесплатным. Однако вопрос о самом здании оставался открытым. В региональном Мездраве предложили три пути. Помещение снести и построить новое. Сценарий второго варианта касался переезда поликлиники в административное здание УАЗа на Московском шоссе. Однако самым выгодным и быстрым оказалось третье решение о капитальном ремонте. Это возможно сделать за три года, когда строительство может затянуться на пять лет. Такие примеры возвращения в сеть действующих, вот таких достаточно взрослых зданий у нас есть. Я вам хочу сказать, пример не сегодняшнего времени, но очень близкий по месту расположению к этой поликлинике. Это 33-я гимназия. В свое время, уже там достаточное количество лет назад, там оставалось только одни стены, все остальное было переделано заново. Капитальный ремонт приветствуют и родители детей, закрепленных за пятой поликлиникой. Уважаемая администрация, у нас прям огромнейшая к вам просьба, оставьте нам, пожалуйста, поликлинику. Выделите деньги и просто нам ее отремонтируйте. И у нас большое количество там кабинетов, там можно сделать много довольно-таки процедур. До конца года будет составлена проектно-сметная документация и проведены дополнительные изыскательные работы. На эти цели потребуется 3,5 миллиона рублей. Сам ремонт обойдется в 42 миллиона. Однако это далеко не окончательные суммы. Говорить о конкретных цифрах без ПСД сейчас, как замечают специалисты, не совсем корректно. Однако на днях в социальных сетях родители подняли еще одну проблему, связанную с огромными очередями в седьмой поликлинике и невозможностью записаться к узким специалистам. К слову, сегодня медучреждение на Пушкарева прием ведут 11 узких специалистов. Региональный Минздрав возникшей трудности не скрывает. Длины очереди появились из-за технических проблем в поликлинике. На днях ситуацию исправят. Теперь расписание к профильным специалистам будут обновлять ежедневно. А не раз в неделю, как было раньше. Очередей станет меньше. Это позволит нам каждый день, а не в один день записывать на удобное время. То есть тут техническая проблема. Что касается проблемы с узкими специалистами, то я должен сказать, что эта проблема действительно существует, она не новая. И здесь нужен ряд мер, которые мы и обсуждаем, и кое-что по этому вопросу делаем. Запускаем сейчас новый проект «Лучшие врачи детям». Это когда узкие специалисты будут в приемные дни устраивать специально для тех поликлиник, где доступность к узким специалистам снижена по отношению к другим. Касается ли это городских поликлиник, касается ли это сельских поликлиник детских. Вот такой проект мы сейчас прям очень быстро, организационно срабатываем, чтобы запустить, чтобы эту брешь на сегодняшний день закрыть. Депутаты разного ранга считают, что сложившаяся ситуация с пятой поликлиникой – это недоработка Минздрава. Ведь вопрос о состоянии учреждений здравоохранения депутатским корпусом поднимался уже давно. Мы возмущены тем, что министерство довело до такого состояния данную больницу, так как мое первое обращение было еще в 2014 году к министерству здравоохранения о том, что необходимо выделять деньги на текущий капитальный ремонт данного здания. Уверен, что если бы это было сделано в 2015-2016 году, здание данной поликлиники не пришлось бы закрывать. Но сейчас уже бесполезно говорить о том, кто виноват, что повлекло вот такую ситуацию. Сейчас просто нужно жестко отследить дорожную карту, которая будет представлена Министерством здравоохранения. На сегодняшний день за пятой поликлиникой закреплено 6300 детей, в том числе малыши, ребят из Дачного и Новосельдинского поселков. К слову, в 2019 году уже отремонтировано 12 поликлиник. 7 из них попали в программу национального проекта здравоохранения. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова